Баскетболисты, фехтовальщики, борцы. Новая смена будущих олимпийских чемпионов. Теперь у них есть свое место для тренировок. В Подрезково окончательно завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Двухэтажное здание порядка двух с половиной тысяч квадратных метров вместило в себя большой зал для игровых видов спорта – баскетбола, волейбола и мини-футбола. Объект построили в рамках губернаторской программы строительства 50 фоков. Старт ее был дан в 2013 году. На торжественное открытие приехали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков, руководство химок, телеведущие и спортсмены. В микрорайоне Подрезково проживает более 20 тысяч человек. И сегодня этот объект жизненно важен и необходим. Для того, чтобы не только наши дети могли заниматься спортом, но и наши взрослые могли беспрепятственно попадать сегодня на занятия. Мы не будем на этом останавливаться. Мы будем продолжать строить дальше фоки, школы, детские сады. Поздравил жителей Подрезково с появлением нового комплекса и известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Я как житель прекрасной исходни, сейчас нам завидую, потому что это действительно очень мощное сооружение. Дети, давайте будем заниматься физической культурой. Давайте тащить сюда за руки своих родителей, бабушек и дедушек и наоборот. Я хочу сказать, что все мы потрясающе счастливые, потому что вот здесь в окружении больших домов есть настоящий оазис спорта. В торжественной обстановке представитель подрядчика вручил символический ключ заведующей нового ФОКа Марии Сурыгиной. Огромное спасибо нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, главе нашего города Дмитрию Владимировичу Волошину за такой щедрый подарок к юбилею города. После торжественной части двери нового физкультурно-оздоровительного комплекса наконец открылись. Почетным гостям показали спортивные залы, раздевалки, медкабинет, а также представили спортсменов и тренеров, которые завоевали немало медалей для химок. Также посетили тренировку по греко-римской борьбе. Воспитанники спортивной школы «Виктория» теперь будут заниматься в новом спортивном комплексе. Сегодня вместе с мастерами спорта и чемпионами международных соревнований демонстрируют свои навыки. Молодцы, так держать. Мы на нас рассчитываем. Давайте, не подкачайте. Не обошлось и без наград. Название физкультурно-оздоровительного комплекса выбирали сами химчане. В онлайн-голосовании приняли участие почти 10 тысяч жителей. В финал вышли три – «Стрелец», «Подресково» и «Юбилейный». Последняя версия принадлежит Денису Николаеву. В качестве подарка за идею ему вручили годовой сертификат на бесплатное посещение любого спортивного учреждения химок. Благодарность от министра спорта и главы получили все, кто принимал участие в открытии ФОКа и, конечно, спортсмены. Сам же Роман Терешков удостоился именной шпаги от школы Олимпийского резерва по фехтованию. Также участников церемонии порадовали показательными выступлениями команды чарлидеров и фехтовальщиков. Екатерина Сомина – спортсменка школы Олимпийского резерва. Занимается фехтованием 8 лет. Открытие нового спортивного объекта ждала долго и рада, что появилось комфортное место для тренировок. Дот в этом у нас химках в обычной школе, в Семен-Лицее. Потом мы иногда приезжали в Новгородск, но теперь будем приезжать в Химках. Это не последний спортивный объект в Химках. Сейчас готовят к открытию Ледовый дворец на Сходне. По словам министра, это станет хорошим подспорьем в развитии спорта на территории Московской области. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.